Донской регион – один из ведущих в стране по производству благородного напитка. Площадь виноградников – почти 5000 гектаров. Доля местных производителей на рынке области – 16%, то есть каждая шестая бутылка. И, как показывает статистика, последних месяцев объемы продукции выросли почти в два раза. По мнению участников совета, в условиях санкции у донских виноделов есть все шансы подвинуть на полках магазинов импортные вина. Но чтобы опередить европейцев, нужна поддержка государства. Власть области свою помощь в этом вопросе гарантирует. Уже разрабатывается специальный закон – идет работа над созданием винного кластера. Вся эта работа проводится под эгидой правительства Ростовской области и сопровождается департаментом потребительского рынка. Для того, чтобы придать и активизировать эту работу в среде сельхозтоваропроизводителей, виноградарей, виноделов. Таким образом, объединяя интересы всех участников. Вместе с представителями власти участники совета определили основные направления на 2016 год. Это совершенствование законодательства, техническое оснащение и развитие кластера «Долина Дона». Сегодня в числе его участников – как опытные, так и совсем молодые производители. Корифеи отрасли, конкуренции на рынке только рады. Мы сейчас открываем дорогу и наше законодательство настоящим фермерам от виноградарства, которые из своего винограда предлагают натуральное вино. То есть здесь однозначно будет положительный эффект в плане повышения качества вин. И второй момент, что наполняя рынок суррогатами, упрощая этот порядок, на самом деле требования остаются достаточно жесткие. Сегодня на Дону работает 8 винодельческих предприятий, порядка 30 крестьянско-фермерских хозяйств, которые выращивают сырье, готовы получить лицензию на производство. Сергей Мирошниченко, Станислав Фоменко. На Дону.